так что я хочу вам показать еще тоже цикавая история. Роки три назад я жив в Люблине на той момент, Польща в Люблине, и у меня был мульчер на базе. Такий самый Сепи, только поверхневый. И позвонил клиент, мол ему надо мульчер, тоже Сепи, только чтобы он был глубинный, чтобы брал 50 сантиметров глубины, дальше, ну и в радюсе 50 сантиметров измельчав вот такие вот разные кусти, дерева и так далее. Лесный мульчер это называется. В общем, они десь там взяли поля, и поля были, или горлыки, или как это правильно сказать, надо было все почистить. В общем, все сложилось, я ему привез из Англии оцей мульчер, именно оцей, который тут стоит. Ну и все, клиент был очень-очень доволен того, что была цена хорошая, в Украине стоит он намного больше. Есть даже отгук своего клиента, или в Инстаграме, или в Ютубе есть его отгук, как мы его разрушали, перегружали и так далее. И тут, короче, проходить два года или три года, и швагра говорит, я хоть, ну, то есть поможу мульчер найти, я искаю мульчер и ни где не могу найти, говорит, очень сильно надо. Я бы искал всю Европу, искал везде, где только можно, если есть, то просто цены, ну, сумасшедшие. Но даже, если честно, по факту их просто и не было, вообще не было, даже новое ждать, не понятно, сколько времени надо было. И думаю, зайду подивлюсь в Украине, может, я захожу в Украине, вижу мульчер, смотрю мульчер, который я клиенту продал, звоню и говорю, добрый день, это Богдан, я говорю, мульчер продаете назад. Каже, да, мы купили, не працюем ним. Так что, каже, если надо, можешь забирать, проезжать. Каже, сделали что-то, пару сотен гектар и поняли, что для нас там оно не нужно, и он стоит просто. Кажу, добрый. В общем, история. Поехали, забрали назад, воврочи купили мульчер, который я когда-то провел из клиента. Дайте, как мы встали. Вот такую технику я тоже провожу, чтобы вы видели просто. Зараз я переверну камеру. Вот такой вот мульчер Сепи Суперсоил модель. Важит он десь 5 тонн, 5 с копейками. Трактору надо минимум 350-400 км сил до него. В общем, измельчает. Волитые дерева заросли в радиусе до 50 сантиметров и в деаметре, то есть в глубине 50 сантиметров. Занурюется вот этот ротор. Видите, сколько тут забил. Занурюется в землю. И это все, как бы, измельчает. Вот так вот выглядит. Очень круто штука. Такого у меня не было, чтобы я назад купил то, что продал раньше. Но видите, как в жизни бывает. И чтобы вы понимали, я купил его назад за майже те самые гроши, что продал клиенту трех лет назад. Майже за те самые гроши. Чуть-чуть клиент дешевше отдал. Но на тому спасибо. Видите, в каком он станет просто. Ремни тут, конечно же, чтобы настроить его надо. Казал клиент, чтобы сервисы приехали настроили. Устроили, регулировали что-то. И все, можно запускать в работу. Хайно я поеду и подниму вам, как он работает. Я покажу. Как он уже запустится в работу, поеду и покажу. Думаю, интересный контент для ютуба тоже будет. В общем, тут еще ролик такой. Цепляется здоровый ролик, который прикатывает сзади. Все, что с мульчом, мульчер, ролик такой здоровый. Он весит 1,5 тонны, наверное, может и больше. И он прикатывает сзади с зубами почву, чтобы было ревненько. В общем, такая вот техника. Я его тогда привез из Англии, чтобы вы понимали. Он тоже работал там. А год его? 2016 или 2017? Не помню точно. Какой год? Тут на бирке просто года нет. Не знаю, чего. На СЭПе вообще рік выпуска на бирках не пишется. В общем, такая вот история. Ну и покажу вам еще такой автопарк. Вот такой вот этот трактор Fendt 926. Купали его в Норвегии. 6 тысяч метагодин было и купали. Вот такая вот резинка на нем. Это резина такая, чтобы ездить больше по дороге. По лесам по дороге лесная резина. И до него прицепленный вот такой вот рембак. Это такой агрегат, такой вот с манипулятором, с гидроличным краном. Там есть такие клещи. Он берет гилки, ветки, всякую. Берет лес, грубо говоря, закидывает в себя. Сейчас я вам покажу. Вот видите, какие есть штуки. Таким манипулятор закидывает в себя. И измельчает полностью на дребни, дребни, дребни мелкие. Короче, на тирсу. В общем, на щепу. Можно так сказать. Тоже купили мы его колись в Швеции. В Швеции на аукционе выиграли. Разом с фугром играли аукцион. Вот такая вот штука. Она работает от ВОМа. Есть собственная гидравлика на нем. Дальше что тут еще есть? Ну, гидравлики. Дуже-дуже много гидравлики. Тут такие хобот. Через хобот вылетается щепа. Хобот крутится в разные стороны. Вверх, вниз, куда там надо. На тандеме, бачите, такие два колеса. Типа процеп такий. И вот так вот оно работает. Працювали воним тоже. Працювали через час. И потом он же им не понадобился стоить. Не знаю, я хочу у него продавать или нет. Просто покажу вам. Может вам интересно будет что-то такое побачить. Для меня, в принципе, вся техника, если честно, цікава. Я кайфую, когда я снимаю какую-то новую технику. Знаете, какие-то там лесные машины, комбайны, тракторы. Ну, реально мне это нравится. Ой, блин. И еще, бачите, так вышло, что я еще и комбайны продаю и технику продаю. Кайф, что я вам скажу. Так вот, короче, оно выглядит. Насосов тут гидравличных, конечно, куча. Тут вал идёт. Вала, бачите, идёт. Шкив здоровый. Трех-четырехручейный. И сюда привод, получается, проводит действие его. Вот такая вот штучка. Вона не дешевая. Я вам так скажу. Вот такие лапы, бачите, гидравличные. Вона запарается, типа, чтобы устойчива была и працюет. Так. Вот. Вот такие вот. Тут рама мощная. Дивите, какая конструкция. Оба. Герзина, конечно, полностью уже мертва. Вот. И он полностью, ну, как бы, запускается, рабочий. Бачите, он даже подключенный вот до трактора. Видно, проверяли, чи запускали его, чи что. Может, доводить в работу, снова запускать. Не знаю, надо запутать. Может, будут и такие. Тут вот электрика какие-то. Клапана, соленоиды какие-то стоять. Радиатор на масло. Гидравличные. В общем, вот так вот. Такая техничка тут чья. Оба. Так что такую технику тоже, кому что-то надо, можу провести. Вже не первый год, как бы, в теме, можно так сказать. Знаю, что это. Знаю, где найти, где купить, как привезти, как проверить. В общем. В общем. Займаюсь таким. Такий вот фендик. Ну, фендик вообще бомба цей. Ну. Закрыли, чи открыли? Открыли. Видите, в фендике еще сидушка перевертается. Чи что-то подожди. Что-то я не могу понять. Йомая. Сидушка вместе с рулем. Представляете? Не понял я. Это они переставили? Что? Там перед трактора. А тут, видите, сидишь и работаешь специально, чтобы цей. Они, может, переставили кабину просто. Но как он кабинет? Нет, переставили цей. Переставили пилота. А, он крутится. Все. Крутится. Нажимаешь по ходу и пошел по кругу. Ничего себе. Что я не вижу. Как оно так было. Я только вижу, как оно так было. Таки было. Пульт, видите, как я. Хоть бы не запустить заранее. Все. Нет. Вам выключено. Ладно. Заводите пока не буду. Нашу заранее. Что-то поламаю тут. Так что тут оператор сидел, який работал. То не надо его ничего тут ломать. Я так считаю. Опа. Ну прикольно, конечно. Вот так вот в лисе работает. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык. Опа. Фенди – это топовый, взагалі, трактора. Просто топовый. Тут, чья такая ренушка, тоже колесно. На аукционе ее купили. Но она была очень-очень сильно вбита. Меняли и коробку, и все подряд, что только можно. И там такой рецепчик. Видите, что есть? Тоже для дерева. Лебедочка, чтобы тянуть дерево. Лиз даже я в лисе працювал давным-давно. Трактор 7 был и такая вот лебедочка. А тут, друзья, покажу вам тоже такого монстра. Экскаватор восемь-ничный. Только вот купили буквально 2 недели назад. И полностью новенькая вот такая вот штука. Кто гадает, что это такое? Правильно. Это для того, чтобы разрезать дерево. Ножницы такие гидравличные. С зажимом изверху. Там нужно стоять ножницы. Но подъезжаю. Вот такие дерево. Такий клац. И дерево лежит. И потом ее на частина еще реже. Воно крутится тут в разные стороны. Выполняет разные функции. Дуже крута штука. Воно, бачите, до экскаватора подключается. Доробили вот такие вот крепления. Такого мощного металла. И, в принципе, тоже поеду в работу. Тоже интересно. Я поеду, поделюсь. Покажу вам, как это работает. Кто гадает цену вот этой штуки? Гадайте. Напишите в комментариях, как вы думаете. Сколько может стоить? Это оборудование, можно так сказать. Распособление. Ну и такие вот экскаватор. USB-шка. 2016 уроку. 160 модель. Скоро поеду в леса. Работа, работа. Оба. Чтобы вам долго не вгадывать. Сколько такая штука стоит. Я вам скажу просто. Вона дорожче за этот экскаватор. Вы представляете? Вот эта вот штука дорожче за экскаватор. Вдумайтесь просто. Добро, добро. Добро, не вам проблем. Такие то дела. Столько то грошей стоит техника. Ну, но тоже. Сделать так не очень просто. Но я думаю, проще, чем экскаватор. Не знаю, откуда такая цена взялась. Может, какие-то супер-пупер-метали, какие-то супер-пупер-ножницы. Но по-любому они не простые. Тут стоять. Но, но... Видите? Вот такие. Вуд-трекер называется. Вуд-кракер. Вуд-кракер. Кракер. Интересная штука. Я видел на ютубе, в принципе, как она работает. Ролик. Она хочет вживу побачить. Вживу, это интереснее. А еще лучше попробовать. Систо и попробовать самому взяти дерево какие-то. Дай спиляти. Оба. А что, двери? Чик. Такие от места в работе. Все, рычагами, компьютер. И ехать. Лево-право гусениця. Тут лежит компьютер. Короче, робили сервис. Бо, как купили, так само сразу же. Работа, чтобы запустить. Начали менять. Фильтры масла. Побачили, что под прикладкой, какой-то прикладкой, головкой, или под насосом протекало масло чуть-чуть. Начали менять. Решили проверить форсунки. Открыли форсунки. Завезли на сервис. Сказали, что форсунки поставьте новые. Купили новые полностью оригинальные форсунки. Приехали заводить, а воно не заводится. Тобто не воно, а воно, а воно не заводится. Как оказалось, что эти форсунки связаны с компьютером, их надо программировать. Подзвонили на оригинальный сервис. Они через сотовую связь, воно з'єднана через интернет, или сотовую связь. Они могли зайти в систему по ВИН-коду и что-то сделать с этими форсунками, чтобы они завелись. Так они ничего не сделали. И вызвали какого-то мастера, который приехал с компьютером, и на месте это сделал. Тобто запрограммовав код, и все, и она завалась. Представляете? Масло выключено. В общем, такая-то история. Новая техника. Все через компьютер, все через программирование. Так, подожди дату. Дату, 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 дату. Ну вот. Опа. Англия. Производитель GCB Англия. А так, полностью хорошее. В таком отстане. Все на месте в Польшу брали. Не было часу где-то там шукати за кордоном. Пятнадцатый рік. Бачите, он с бархавом на рік. День шестнадцатого, пятнадцатого рік. День шестнадцатого, пятнадцатого рік. Оп. Друзья, розвезли в грозе комбайна. Все зробив цілий день роботи. Решил пройду ехать с леском. Тут таки ліс гарный, думаю, радылющие гриби. передо мной вот такая вот здорова лужа скажите какие ставки ехать или нет давайте пишите комментарии до того пока вы увидите что проедет или нет кто на что ставить проезжаю я там че не проезжай все грузно оба короче 1 я думаю все будет нормально з богом даже не почувствовал даже не почувствовал хорош покажу вам трохи природи сам же в лесу тоже не був не знаю скільки часу раллі устрою колись зароблю багато грошей куплю собі раллійного джипа реально такого крутого чтобы ездить и мистить грязюку оп трактор еде что надо им дорогу вступить давай встанем сюда оба а дальше пешком продвинуться тут дорогу тоже чтобы не мешать можете сюда стати краще оба оба дежа вносы в жидкие удобрения бачите какие агрегат зайдите по культиватор помпа и вносы жидкие одобрения ладно едем дальше проедемся атора пропустила побачим что тут я пробуем вот так всем косты Как вам, друзья? Офигенный вид. Я на этой машине, что на ралли. Пасатик даёт жизнь. У меня, кстати, Пасат первый раз, ну, первая машина. Не то, что первая машина в жизни, а взагалі первый раз в жизни купил Пасата. Честно, я скажу, я дуже задоволен цей машиной. Не BMW, але именно этой машиной, этой моделью я задоволен. Проходимость велика в машине. Повний привид. Пару режимов езды є. Двогун B-Turbo. Ой, какая красота. Просто дивіться. Еще и хмаринки такие. В общем, зараз куда-то тут можем и козуль, зараз, и цих побачить. Тут очень много охотников, кстати. Бачите, стоїть спосторожна для охотника будка, че як она называється правильно. Опа. Опа. Пшеничка посеяна. Сходить уже. Друзі, пам'ятайте, я вам говорил, що покажу, як працює мульчер. Дивіться, якраз такий момент є. Правда, не в лесі. Це поверхневий мульчер. А от просто по землі рівняє. Це поверхневий мульчер, друзі. А я вам ще покажу потім, як працює той Сеповський мульчер, який я вам показував. А трактор той, фендик, виравнює подочасток, щоб рівненько все було. Знімає верхній шар полностью грунту. Знімає музика. Знімає музика. О, красава! 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 Дуже опасно близько стояти, була летить. На метрик 50 может лететь даже осколки. Это, кстати, мульчар польского производителя, друзья. Брався новый, полностью новый, непоганный. Польша производит. Если нужно какие-то контакты, чтобы провести его, нужно договориться, мы можем привезти. Это мощь. Эти ветки, кстати, я складывал. Походил. Горобовару. На этом мочанке складывали. Сейк-калин. К Yale-калин. Шевеллими. Хорм پли dennел. Шевеллими. интересно интересно техника без пайки лучше репетон это близко хорош классно на такие дерева спокойно ложить и перебивая вот таком вот радиусе хорош венди к доехавску хорош О, зараз будет еще больше дерево. Оба, смотрите, какое дерево. Я вам покажу результат, как поребил. Пойдусь там. Запах такой. Ух. Быстро працю я. Урод. Открою. Урод. Урод. На смолы. Работает ветер. Короче, друзья, смотрите, вот что вы стоите. Потужная техника. Приятно подвести, как она работает. Сейчас покажу вам тут, посмотрите, что остается. Практически ничего не остается у этого гульчара. Просто земля. Вот. Тут еще раз проходится, и все, ничего нет. Перебивает полностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова